Должно быть очень четко, безэмоционально. И вы должны следовать точно составленному своему плану. И именно все эти три условия вместе позволяют вам быть инвестором. Я не скажу, что очень профессиональным инвестором, но по крайней мере тем человеком, который понимает, что ему нужно для того, чтобы получить положительный результат. Теперь давайте зададим вопрос. Куда и как инвестировать? Очень часто мне задают люди, я говорю, ребята, я не могу вам подсказать куда и как по одной простой причине. Потому что так же, как и все, я выбираю то, что мне понятно. Исходя из того опыта, который есть у меня, исходя из тех знаний, которые я получил, я могу с вами просто поделиться этими знаниями. И вы дальше для себя создадите свою картину. Мы сегодня будем с вами говорить об очень интересном направлении в финансовом рынке. Это криптовалюты. Очень многие сегодня об этом слышали. Многие точно так же не слышали. Еще не меньшее количество людей говорят вообще, что это непонятно, что происходит, и никому это не нужно. Что такое криптовалюта? Это цифровые монеты. Вы возьмете, прочитаете Википедию, и все это дело поймете сразу, что там написано, по крайней мере. Первая криптовалюта, я не буду на этом плотно останавливаться, первая криптовалюта в 2009 году, то есть совсем недавно она возникла, был биткоин. Про биткоин сегодня слышали, я думаю, все. Так почему же сегодня рынок финансовых услуг так жестко начинает меняться и меняться именно с использованием огромного потенциала криптовалют? Давайте посмотрим, что принесли криптовалюту в нашу финансовую жизнь. Первое. Мы с вами однозначно, я думаю, что большинство из вас, и я в том числе, использовали денежные переводы для перевода из одной страны в другую. Например, из Украины в Россию, из России в Казахстан, да, из Казахстана в Украину, и в обратную сторону. Мы прекрасно знаем, сколько стоят услуги банка. Они, к большому сожалению, очень недешевые. Если мы с вами сегодня переводим к криптовалюте платеж один к другому, за это снимаются минимальные комиссии. Они в десятки раз дешевле, чем услуги банка. Нам, как потребителям, выгодна такая услуга? Конечно же, да. Следующее. У криптовалют нет инфляции. Почему? Потому что количество этих монет выпускается в строго ограниченном количестве. И принять решение сделать их больше, никто не имеет права. Они полностью децентрализованы. Нету единого органа, который управляет валютой. Это равносильно, что нету национального банка в стране. И валюты ходят сами. Обеспечили, например, золотом 1 миллион монет, и этот 1 миллион монет будет ходить по стране. И 1 миллион 1 монет никто сделать не может. Вот рынок криптовалют этим и отличается. И многие другие вопросы, те, которые сегодня дают возможность получить более качественные услуги от финансовой системы. Теперь давайте посмотрим, с другой стороны мы зайдем. Давайте посмотрим, что говорят аналитики. Если в 2015 году вместимость рынка простых валют, фиатных валют, то есть это российский рубль, гривна, доллар, евро, то есть те деньги, к которым мы привыкли. если составлял вот такую огромную цифру, то рынок криптовалют, дорогие друзья, ну получается там чуть больше около 4 миллиардов. Что предусматривают аналитики финансового рынка? К 2025 году, то есть практически осталось 9 лет, а сегодня еще хочу всех поздравить с первым днем зимы, в 2005 году этот рынок криптовалют уже составит не 4 миллиарда, а 200 триллионов долларов вот в этом эквиваленте. Представьте себе, какой огромный рост за неполных 9 лет. Это просто астрономические цифры. Вот почему мы сегодня обращаем очень серьезное внимание на возможность инвестировать в рамках этого направления в финансовом мире. Тут вы можете, конечно, вот этим посчитать вещи. Лучше всего поговорите, пожалуйста, с теми людьми, которые вас пригласили, они вам могут показать. Давайте еще статистику. Мне в прошлый раз сказали, что очень мелко, тут не видно, какой год. Ребят, для этого есть сайт blockchain.info. Вот вы на нем зайдите, и вы можете на этом сайте увидеть всю эту статистику. Она открыта в доступе, никто ее откуда-то из других источников не брал, дополнительных. Смотрите, что происходит. Это курс биткоина. Если в самом начале он исчислялся там буквально несколькими центами, потом несколькими долларами, то с 2012 года начал рост происходить. Почему начал рост происходить? По одной простой причине. Биткоин начал внедряться в нашу повседневную жизнь. Его к оплате начали принимать не только частные лица, но и частные предприятия, и юридические лица. Вот это очень важно. Сегодня поле деятельности биткоина очень и очень широкое, и с каждым днем оно все больше, больше увеличивается. Был резкий скачок, когда стоимость биткоина составила больше 1200 долларов. Потом было резкое падение, стабилизация, и сейчас опять плавное увеличение. Плавное увеличение. Почему это происходит? Потому что если вот эту составляющую увеличения, я называю больше такой импульсивной, то вот здесь это говорит о том, что биткоин твердо занимает место в экономической жизни стран. Вот почему это происходит. Давайте посмотрим другую статистику. Какие у нас еще есть криптовалюты, чтобы разобраться. Не только биткоин, как пионер. у нас появились замечательно, как эфир. За один год эфир вырос в цене более чем в 30 раз. А теперь ответьте мне, пожалуйста, на вопрос. Очень часто мне говорят, Алексей, это невозможно. Вы там высокодоходными инвестициями, это все бред. Надо брать и быть классическим инвестором. Если 10% годовых, в лучшем случае, там 20, это просто колоссальный успех. Дорогие друзья, вот вам совершенно другой пример. за год стоимость выросла в 30 раз. То есть, если мы это берем, это более чем 3000%. Представьте себе, даже какие-то 30 на 100, да, 3000%. Но какой банк сегодня может дать такую динамику увеличения ваших средств? Вот это то, что касается криптовалюты. Но здесь не так все просто, как кажется. с появлением криптовалют, а на сегодняшний момент их там более 700, если я не ошибаюсь, появились, соответственно, криптобиржи. То есть, это те площадки, где происходит обмен криптовалютами. И, соответственно, они выполняют ту же самую функцию, как и биржи, на которых производится обмен фиатных валют, доллар, евро, например, японская иена к доллару и так дальше. Мы его больше знаем по рынку Форекс. Вот то же самое сегодня формируется и непосредственно на рынке криптовалют. Теперь, давайте двигаемся дальше. Опять-таки, статистика. Почему она очень важна? Для того, чтобы понять, а что происходит в этом направлении сегмента. Смотрите, если мы берем 2012 год, вот у нас начинается отсюда 2012 год, количество биткоин-кошельков. То есть, мы видим, что количество участников этой системы и пользователей этой валюты было очень маленьким. Что происходит с 2012 по 2016 год? Дорогие друзья, 10 миллионов кошельков. За 4 года огромнейший рост необходимости. Что такое биткоин-кошелек? Это равносильно, как сегодня пластиковую карту человека. Если лет 10 назад это было единицей людей, которые в наших странах СНГ использовали пластиковую карту, потому что мы все предпочитали наличные деньги и не хотели, отказывались понимать, зачем нам нужна пластиковая карта, то сегодня я так думаю, что людей, которые не хотят иметь пластиковую карту, значительно меньше, чем те, которые ее имеют. Вот то же самое, ребят, сегодня наблюдается непосредственно с биткоин-кошельком. Для нас это интересно, да, нам это показывает развитие. Дальше, количество транзакций. Мы с вами прекрасно понимаем, чем больше количество транзакций, тем соответственно, что данная валюта все тверже занимает свое место в экономической жизни стран. Смотрите, что происходит в 2012 год и что происходит в 2016 году. Посмотрите, какой плавный и при этом довольно-таки стабильный рост. Нас это радует? Да, конечно, это радует. С другой стороны, у биткоина есть такое понятие, как сложность добычи. И она, к большому сожалению, точно так же растет. Для чего это нам нужно, когда мы будем с вами рассматривать вопрос майнинга или трейдинга? Это о чем говорит? что одно и то же железо за одну и ту же единицу времени теперь может добыть в два раза меньше монет, чем это, допустим, было буквально еще полгода назад. Это равносильно, что вы имеете автомобиль, который заправили бак, но при этом ваш бак в какой-то момент взял и уменьшился ровно в два раза. Поэтому вы можете проехать, например, не 500 километров, а всего лишь только 250. Вот то же самое происходит и со сложностью добычи криптовалюты, такой как биткоин. И когда мы с вами говорили о биткоине, то сегодня мы можем с уверенностью сказать, что все эти недостатки, которые есть у той монеты, они сегодня действительно устраняются новыми криптовалютами. Одна из новейших криптовалют, это криптовалют называется эфир, мы ее по-другому называем криптовалюту 2.0, то есть если ее взять и сравнивать, аналитически провести сравнение просто-напросто по этой криптовалюте, то это равносильно как калькулятор простой, к которому мы привыкли 10 лет назад. И сегодня сравнить с самым современным компьютером от компании Apple. Возможности совершенно разные. Соответственно мы прекрасно понимаем, что возможности современного компьютера компании Apple они в сотни раз выше, чем простой вычислительной машинки. Вот почему сегодня с каждым годом криптовалюта все более утверждается непосредственно в нашей жизни, в экономической жизни. Не только нас как людей простых, не только бизнеса как представителей юридического элемента бизнеса, но и самих государств. Вы сможете потом послушать или на нашей странице в социальной сети посмотреть выступление например Германа Грефа, когда он говорит о том, что им приходится сегодня очень серьезно задумываться, как дальше развивать свой банковский сектор. О эфире. Вторая криптовалюта после биткоина. Создана в 2015 году. Ребята, два года. Колоссальные возможности. Капитализация составляет на сегодня больше одного миллиарда. За год рост 3000%. Котировки на большинстве бирж являются топливом для всех смарт-контрактов. То есть то, что принесла в собой эфир, это конечно сегодня теперь давайте мы с вами рассмотрим, что лучше для нас какой выбор либо майнить криптовалюту, либо доверять деньги свои управляющим трейдерам, которые будут заниматься работой на биржах криптовалют. Я вам скажу свою точку зрения. Что такое майнинг? Майнинг это когда вы покупаете специализированное оборудование. Если касается оборудования, которое будет майнить биткоин, сразу вы должны прекрасно понимать, что помимо затрат, очень серьезных затрат на электроэнергию, это оборудование в связи с увеличением сложности добычи каждый месяц вам будет добывать меньше, меньше, меньше и где-то через год оно будет окупать в лучшем случае только затраты на электроэнергию. Поэтому вы должны, прежде чем заняться майнингом биткоина, сесть и все просчитать, сесть со специалистом и рассмотреть все эти вопросы. Почему я так говорю? Потому что я не садился со специалистом. Я просто пошел купил, поставил и в итоге допустил очень много ошибок, в результате которых я, честно говоря, деньги потерял. Что касается эфира, здесь оборудование для майнинга эфира, оно использует, конечно, очень высококачественные видеокарты. Оно не устаревает так, оно через три года будет стоить денег и вы можете, по крайней мере, часть своего оборудования продать за 60% стоимости. И это очень серьезный, конечно, плюс для майнеров. Но средняя доходность сегодня, вот, ребята, есть те, кто сегодня занимается майнингом? Если есть, поставьте, пожалуйста, какой процент доходности вы получаете в месяц от стоимости своего оборудования. Из моего опыта эта доходность не превышала 15% в месяц. Вот кто есть, поставьте, пожалуйста, просто поделитесь своим опытом. Из моего опыта больше 15% это не получалось. Самое, что интересно, что получалось и меньше. Порой иногда падало до 5%. Это если чисто заниматься майнингом. Поэтому каждый из нас должен сам принять для себя решение, хочет он это делать или не хочет он это делать. Потому что оборудование дорогостоящее, стоит оно действительно очень больших денег, которые числятся тысячами долларов, поэтому это не для каждого инвестора доступно. Ну вот видите, написал человек 4%. Значит, я где-то, да, вот в тех рамках я и рассказал. Что такое трейдинг? Смотрите, ребята, если кто-то еще не знаком с биржами, на бирже существует такое понятие тренда, то есть когда валюта может опускаться в цене или подниматься в цене или находиться в стабильном состоянии. Когда зарабатывают на биржах? Когда происходят вот такие вот вещи, когда опускаются в цене, поднимаются, опускаются цены, то есть называется волатильность, изменение стоимости. И независимо от того, что происходит, падение на рынке, рост на рынке, трейдер всегда зарабатывает деньги. Вот почему для меня трейдинг это ближе. Он для меня понятнее, потому что я сам торговал на Форексе с использованием специализированной программы и скажу, что действительно это успешная торговля, она действительно существует. И сегодня мои друзья, с которыми мы работали, они до сих пор занимаются этим. Я ушел по одной простой причине, потому что рынок Форекс, он настолько субъективный фактор имеет, что когда вы на одной новости поднимаете свой депозит от 50 до 200%, вам просто-напросто брокер не хочет выплачивать эти деньги. Вот и все. И от этого адреналина, от постоянного поиска брокера куда-то должен перейти, я ушел, говорю, ребят, я не хочу, мне некомфортно. Но ребята с удовольствием работают дальше, разрабатывают свои стратегии. Поэтому, когда мне говорят, что нельзя зарабатывать, я говорю, можно, можно. И у меня есть пример наглядный, который исчисляется сотнями людей. Двигаемся дальше. Что же сегодня такое компания F-Trade? Почему мы сегодня о ней говорим? Какие инвестиционные возможности она предлагает непосредственно нам? Ну, во-первых, компания сама зарегистрирована в Сингапуре. Ой, говорю в Сингапуре. Господи, в Гонконге, да? Что-то ни слова в Сингапуре. В Гонконге. На сегодняшний момент ее платформа уже представлена на 14 языках. Работает более чем в 37 странах. И знаете, что? Мне очень радует, потому что каждый месяц в рамках компании происходят какие-то новые новшества, изменения, которые действительно очень приятны. Буквально вчера у нас появился робот, который осуществляет уведомление о том, что происходит в нашем кабинете. Действительно, это очень приятно. Пока это, правда, на английском языке, но компания говорит о том, что в течение ближайшего времени он будет работать и на тех языках, которые есть уже на самой платформе. Компания молодая, действительно молодая. Зарегистрирована в 2015 году. Весной 2016 года она создала площадку, на которой осуществляет биржевую торговлю через интернет. И сегодня продвигает именно это предложение для инвесторов. Вот есть на официальном сайте компании вот эти люди, которые представляют компанию. Каждый из вас может зайти и посмотреть. Информация реально открыта. И что предлагает компания? Компания предлагает, принимая денежные средства, доверительное управление и ежемесячно у нас доходность составляет от 15 до 25%. Очень часто задают вопрос, а как же так? Вы, если только весной этого года зарегистрировали площадку и начали работать, а при этом предоставляете нам годовую отчетность. Да, дорогие друзья, компания с 2015 года сама самостоятельно торговала, поэтому отчетность за год она предоставила на основании и своей собственной деятельности. Вот почему отсюда и получается процент 15-25. Он у нас плавающий и начисляется у нас процент доходности только в рабочие дни, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней. Вот такое интересное предложение есть для инвестора. Давайте более подробно мы с вами разберемся. А какие же условия? Вот еще, например, очень интересный факт о том, что компания еженедельно предоставляет нам отчет о своей деятельности. Верите этому или не верить дело каждого. Самое важное для меня является то, что компания эту информацию не скрывает. И как мы можем с вами сотрудничать в рамках компании? Мы можем стать просто инвестором. Мы можем доверить компании свои деньги, на каких условиях мы сейчас с вами рассмотрим. И компания, управляя нашими деньгами, соответственно, приумножает и выплачивает определенные дивиденды. Дальше. Если мы с вами это приняли своей душой, и нам действительно понятно, чем занимается компания, мы можем с вами стать финансовыми консультантами или агентом по продажам. То есть мы можем продвигать ее продукт для инвестора. И когда инвестор принимает решение и им воспользуется, мы будем получать с вами дополнительное вознаграждение. Вы можете использовать интересную возможность и воспользоваться ей могут тоже на определенных условиях, и мы с вами об этом поговорим. Также в компании вы можете устроиться официально на работу в колл-центр. Вы для этого знать должны свой родной язык и как минимум английский, потому что общение внутри компании происходит на английском языке. Вы можете стать, если докажете компанию, что вы успешный трейдер и покажете историю своих торгов, успешную историю как минимум за последних полгода, вы можете стать трейдером компании. Ребят, пожалуйста, по звуку звук есть плюсик, звук нет, минус поставьте, чтобы мы проверили. По звуку звук есть плюсик, а отлично, двигаемся дальше. И соответственно мы с вами в ближайшее время сможем обучаться трейдингу, потому что компания УЖД подготовит нам эти документы на нашем родном русском языке. Для того, чтобы мы могли с вами это понять. И теперь какие же условия инвестирования? Давайте с вами разберемся. В первую очередь у нас нет никаких банковских карт, визы или мастер-карт. Нет. Потому что у нас есть три возможности открыть свой инвестиционный портфель. Это в биткоине, это в валюте, криптовалюте эфир и в долларах США через платежную систему Э2 Кэш. Чем отличаются вложения? Ну, я вам просто приведу пример. Если человек месяц назад положил сумму в биткоинах, то в данном случае по результату на 1 декабря он получил не только 15-25% от компании, но он еще получил в результате увеличения стоимости биткоина в течение месяца где-то порядка 700 до 750 долларов. То есть еще увеличение стоимости. Если человек вложил в эфире, здесь немножко другая ситуация. Эфир у нас опустился с 11 до 8,4 на сегодняшний день. Здесь получается, что 15% он увеличился, но стоимость по отношению к доллару в данном случае инвестор потерял. Поэтому это инвестиции в криптовалютах, они долгосрочные. Вы должны их рассчитывать по крайней мере на несколько, 2-3 и более месяцев, для того, чтобы вы могли выровнять свой результат. Если вы хотите получить просто стабильный доход, то вам рекомендуется вкладывать в доллары США. Лично у меня есть вклад и в доллары США, и в биткоине. Минимальный вот это срок возвратного депозита. Написано неправильно, извините, я его исправлю. У нас депозит возвратный в любой момент. Единственное, что если мы хотим забрать свой депозит до 60 дней, у компании есть для этого определенные штрафные санкции. С ними вы можете ознакомиться непосредственно на сайте компании. С 61 дня вы можете выводить депозит без потерь в любое удобное для вас время. Минимальная сумма депозита, дорогие друзья, от 10 долларов. Точно так же, как и выводим мы с вами минимально от 10 долларов. Почему вот эта сумма меня, с одной стороны, очень вдохновила? С одной простой причиной. Дорогие друзья, в рамках нашей команды работают очень серьезные профессиональные люди. Если вы во вторник были на вебинаре Александра Репринцева, вы поймете просто, насколько глубоки знания этого человека именно в направлении криптовалют. Рекомендую обязательно прийти и послушать хотя бы один вебинар Александра. Вы будете очень приятно выявлены тем огромным объемом знаний, которые вы получите в ближайшие буквально полтора, там час-полтора информации, которую дает Александр. Вот здесь вот есть, видите, рядышком Сергей Конегин, да, он сегодня в качестве наблюдателя контролера нашего вебинара. Человек, за спиной которого огромнейший опыт по работе с командою и доведение ее до положительного результата. Поверьте мне, что с такими людьми работать просто-напросто одно удовольствие и если же даже, я еще раз повторяю, если даже вы потеряете свои 10 долларов, тот объем знаний, объем навыков практически, которые получат, они будут стоить тысячи долларов, которые вы можете приобрести в интернете. Вот в этом есть большая разница. Поэтому еще раз вам подчеркну, три основных золотых правила инвестора. Вы должны их выучить и применять, в том числе и к нашей компании. Дальше, давайте двигаемся. Ребят, просто-напросто, если вопросы будут, давайте в конце. Что у нас еще есть, какой плюс в управлении своими денежными средствами? То, что мы имеем с вами возможность ставить на реинвест. При этом реинвест у нас работает в течение, когда нам начисляют наши деньги, тут же у нас происходит реинвест, если мы им поставили. Что это такое? С чем его едят? Вот смотрите. У нас есть калькулятор доходности, здесь указываются чисто рабочие дни, это не календарные, а рабочие дни и сумма. Допустим, если мы с вами поставили 100 долларов на 60 рабочих дней, то у нас получается таким образом, что прибыль составит где-то порядка 152.80, это без реинвеста. С реинвестом 169.16. Кажется, небольшая разница, но если мы с вами берем и увеличиваем не сумму, а, например, срок управления до 180 дней, то 173 дня получается. Посмотрите, какая разница в итоге получается. Вот это есть реинвест, по-другому его называют профессионально сложным, процентом. Это очень интересная функция, и поэтому, когда вы открываете свой инновационный портфель, вы должны для себя определиться, какую же стратегию вы выберете. А для этого, пожалуйста, приконсультируйтесь с вашим партнером, вышестоящим партнером, который вам порекомендует, и вы уже приняты свое решение. Еще раз подводим итог. 10 фактов о компании в трейд. Во-первых, официальная компания с открытым руководством. Работа в инновационной сфере, криптовалюта, это действительно очень интересная и перспективная на сегодняшний момент трендовая тема. Высокий уровень доходности. Да, мы высокодоходники от 15 до 25% в месяц. Детальные отчеты на русском языке. Депозит. Даже в игру он возвратный, то есть мы можем в любой момент свой депозит забрать. Русскоязычные сайты поддержка. Молодая компания, бурное развитие. Ребят, то есть положительных моментов у компаний очень и очень много. Так, секунду. Ну, так, ясно. Куда у нас перешло? Партнерские отношения. Так, давайте к одной секундочке я посмотрю. Да, отлично. Какие у нас есть партнерские возможности? И это непосредственно для тех партнеров, которые готовы работать финансовые консультанты. Почему это очень интересно? По одной простой причине. Компания использует партнерский маркетинг. Что такое партнерский маркетинг? Сейчас мы его в следующем слайде рассмотрим. А дайте вам сначала пример. Компания Uber. Uber, да? Компания, которая не владеет ни одним транспортным средством, но сегодня предоставляет огромное количество услуг в качестве перевозка такси. Капитализация компании 51 миллиард. Вот представьте себе собственный бизнес, если вы не имеете ни одного магазина и при этом торгуете по всему миру. Вот то же самое происходит и у компании Uber. За счет чего? За счет простых элементарных вещей. Ребят, партнерский маркетинг. То, что сегодня использует любая современная сетевая компания. Старая компания, она говорила так, купи товар у компании, продай его другу, разницу оставь себе. Не продал другу, ну, создать, что, запасы своей спиной, поэтому очень многих сетевиков, занимающихся продуктовой линейкой, огромное количество товара находится у них в доме. Я думаю, что с этим сталкивались все. В партнерском маркетинге мы совершенно о других вещах говорим. Пользуйся услугой или товаром здорово, классно, то есть он тебе нравится и ты готов за это заплатить деньги. Порекомендуй другому человеку и научи пользоваться. Все, не надо никому ничего продавать. Все обслуживает непосредственно компания. Мы работаем как носители информации. Вот в этом есть огромная разница. Вот теперь поставьте мне, пожалуйста, плюсик, кто хочет заниматься старым сетевым маркетингом и пятерочку, кто хочет участвовать лучше в партнерском маркетинге. Давайте, ребят, посмотрим, есть у нас старая школа или старая школа все-таки предпочитает уже работать более по-современному. Вот вы видите сами результаты. однозначно партнерский маркетинг это современная возможность грамотного построения бизнеса и взаимоотношений с людьми. Дальше смотрите какие плюсы у нас у самой компании. Потому что когда она использует именно такой маркетинг не нужно открывать офисы. Мы офисы открываем тогда, когда выполнены определенные условия. Какие условия? Что объем командного командных инвестиций должен составить не менее 30 тысяч долларов. И компания открывает офис. Доступные условия для человека который занимает активную жизненную позицию. Не нужно подстраиваться под юридицы других стран. Действительно это очень сложно потому что в каждой стране свои законы. Не нужно платить налоги. Почему? Потому что компания выплачивает нам, мы уже сами на месте определяемся какие отношения нам строят налоговые инспекции. Кто то платит кто то не платит но это решение лично каждого человека. Не нужно иметь много финансового сотрудника потому что обслужить каждый офис самостоятельно это очень сложно. Не надо обучать персоналу, не нужно платить зарплату, это все идет непосредственно от кого? От активного финансового консультанта. То есть это позволяет снять очень серьезные проблемы. Для партнеров почему огромные плюсы получаются? Потому что он получает в таком случае обучение криптовалютам и действительно очень серьезные доходы. Он может работать без вложений в рамках партнерской программы. Он может не иметь денег для инвестиций но иметь возможность зарабатывать. Это командная работа. Еще раз вам подчеркну. Ребята, в рамках нашей команды есть просто уникальные возможности. Я редко встречал такое отношение к работе команды. Очень редко. Было, но очень редко. Вот сегодня искренне надо, что я работаю в этой команде. Пассивный доход в короткие сроки, карьерный рост, личностный рост. Теперь давайте более посмотрим. Почему есть смысл участвовать в партнерской программе? Ну если вы человек, который не сильно хочет в рамках этого двигаться, ну где-то кому-то что-то рассказал, обычно это так и происходит, что ну рассказали одному человеку, он одному человеку, у нас пяти результата здесь не будет, мы с вами увидим. Но что происходит, если мы начинаем делать по-другому? Если мы находим партнера и помогаем ему, чтобы он нашел пять активных партнеров, активных, те, которые будут повторять те же самые действия, пригласив пять человек, смотрите, что происходит, 787 человек, здесь я один и пять партнеров, а здесь 781 партнер, представьте себе какой объем часов, вот в этом есть огромная разница, в этом есть и огромная разница в доходах. Теперь мы можем с вами начать, у нас есть пять статусов, начать совершенно бесплатно, то есть я не внес инвестиции, но я хочу работать, что я получаю? У нас два вида бонусов, и это очень здорово, бонус, когда нас компания благодарит за то, что пришел инвестор и передал деньги в управление, сделал депозит, открыл портфель, при этом бонус составит от первой линии 3%, второй 2%, третий 1%, и ежедневно, когда начисляется в рабочие дни прибыль, мы точно так же получаем процент от этой прибыли. Ребята, это уникальные вещи, те маленькие центики со временем превращаются каждый день в доллар, в два, в пять, в десять, в двадцать, вот так работает партнерская программа. У нас сегодня с вами есть уникальная возможность, это для активных партнеров, в течение декабря месяца у нас действует акция для того, чтобы получить статус метрополиса. Статус метрополиса когда вы его получаете сразу, вы должны проинвестировать не менее 100 долларов, то есть действительно показать серьезность своих намерений, и эта сумма очень доступна для любого инвестора. Мы пишем с вами заявление о том, что мы хотим получить статус метрополис, и нам его присылается в течение буквально первого часа с момента подачи заявления, и мы берем на себя обязательство пригласить в течение недели пять активных партнеров в первую линию, и десять активных партнеров во вторую линию, при этом это командная работа, активный партнер это тот человек, который проинвестировал не меньше десяти долларов, и этот статус закрепляется за вами. В чем разница? Ну давайте посмотрим. Если в начальном статусе у нас с вами три уровня, здесь пять уровней, если 3%, здесь 10%. Однозначно мы здесь с вами имеем возможность зарабатывать более высокое вознаграждение от компании, но выбор иметь этот статус или нет за каждым из вас стоит отдельно. Вот у нас еще есть лидерские статусы, вы прекрасно видите насколько интереснее когда вы находите статус допустим soul founder, при этом когда оборот должен команд достигнуть больше чем полмиллиона долларов или личный инвестиционный портфель 30 тысяч долларов. Я всегда рекомендую проходить что в результате командной работы. Это проще, это легче. А теперь давайте посмотрим простой элементарный пример. Если мы находимся с вами в статусе метрополис, если мы также выполнили по одному человеку каждый уровень, команда сработала, то мы с вами в этом статусе заработаем всего лишь 16 долларов. Вот такой работает. Если мы с вами лично пригласили 5 активных партнеров и они делают все то же самое, в итоге у моей команде будет 3905 партнеров, это 4000 долларов вознаграждения в результате только привлечения инвестиций, не говоря о том сколько я буду получать ежедневно. Вот разница 16 или 4090. Выбирать вам. На сегодняшний день мы занимаем третье место после Китая и Соединенных Штатов Америки. Это когда мы смотрим по Алексе. Мы видим с вами Испанию, Германию, сейчас на четвертое место вырвалась Япония. Компания очень активно развивается по всему миру. У нас с вами есть дополнительные вознаграждения, когда мы выполняем работу. Они не такие большие, как в других компаниях, они действительно очень-очень интересны. Если у вас есть 100 активных партнеров с первую по третью линию, то получается, то есть видите, в статусе Холмстед, то у вас получается, что вы получаете майку от компании и 100 долларов премии. В статусе Метрополис, когда у вас получается 500 активных партнеров, напоминаю еще раз, активный партнер от 10 долларов, вы получаете от компании подарок iPhone 6s или 650 долларов. Что? Непосредственно компенсация, если вы не хотите брать телефон. И ставьте Serenity от 1000 активных партнеров по пятую глубину мы получаем с вами MacBook или 1000 долларов компенсации. Вот такие вот дополнительные вознаграждения. Атрибутика компании, соответственно. И еще раз повторю, ребят, в рамках нашей компании проходит обучение спецназ. То есть мы даем людям четкие, ясные инструменты, каким образом работать и строить свою работу профессионально. Не обязательно в рамках только нашей компании. Эти навыки вам даются для того, чтобы вы могли быть успешным предпринимателем в интернете. И поверьте мне, вот я сейчас прохожу уже второй курс этого обучения, это действительно этого стоит. И не только сами знания, но и те инструменты, которые нам дают для того, чтобы быть успешным. и сейчас будет объявлен набор уже на третий курс. Наблюдайте за этой информацией и соответственно вы будете знать, что и зачем. теперь я буду готов ответить на ваши вопросы, но перед тем, как отвечать на вопросы, вы их берите, пока пишите. Хочу спросить, ребята, есть ли у нас Альберт Игнатьев сегодня в комнате? Альберт Игнатьев, если есть, поставьте мне, пожалуйста, плюсик. Альберт Игнатьев. Отлично. Альберт, но я хочу от лица всей компании, всей нашей команды и от непосредственно вашего друга Александра Паута поздравить вас с выполнением квалификации 100 активных партнеров и получением первого вознаграждения от компании. Поэтому так держать самые лучшие пожелания и для всех остальных ребят. Видите, что это есть все те вещи, которые реально в жизни выполнимы. Самое главное, чтобы что? Чтобы вы хотели этого сделать и поставили перед собой задачу. Альберт, еще раз, самые лучшие пожелания и успехов в нашем бизнесе. Так, ребят, а теперь вопросы. Давайте вопросы. Вопросы. Видите, как все поздравляют. Это очень здорово. Так, господа новички, те, которые к нам пришли первый раз, пожалуйста, ребят, не стесняйтесь. Самый неправильный вопрос это тот, которого вы не задали. Если вы сейчас его не зададите, потом очень тяжело его получать ответ. Потому что опять надо будет искать того, кому нужно обратиться. Ребят, вопросы. Очень приятно, когда у нас такая скромная аудитория. Я так понимаю, что вопросов нет никаких. Значит, будем надеяться. Задаю вопрос. Все поняли ту информацию, которую я доводил? Отлично. Пока все будут писать, я Аня. Отличный вопрос. Как быстро привлечь 100 партнеров? Нужно самому людям писать. Ну, Ана, я скажу так. Как быстро привлечь 100 партнеров, это все-таки зависит от вашего непосредственного опыта. Если вы новичок, это будет все-таки занимать определенный процесс. Вы обратитесь к своему партнеру, или старшему партнеру по компании. Он много чего расскажет и подскажет. Я надеюсь на это. Кто тут главный? Имя и фамилия. Очень здорово. Главное, зайдите на наш сайт и прочитайте. Я показывал на слайде, там есть 4 человека. Какое отношение имеет F-Trade к эфириуму? Ребята, компания F-Trade занимается трейдингом на бирже. И, соответственно, что рекомендуют вам вносить деньги, используя непосредственно такую криптовалюту, как эфир. Прямого отношения нет никакого. То есть, мы не являемся представителями компании криптовалюты эфир. Мы просто с ней работаем и мы ее популяризируем. Вот в этом наша миссия. Как попасть на обучение? Валентина, будет информация и на следующих вебинарах я вас просто предупреждаю, что будет у нас обучение и третьего потока. И тогда вам все это расскажут. Это уже будет в декабре месяце. Завел в долларах. Вывести можно в биткоинах? Нет, нельзя. Ребята, в какой валюте мы заводим на такой же самый кошелек мы и выводим. Так, в биткоинах 2100, а сколько эфиров? Ой, Алексей, я не скажу, это очень хороший вопрос. Задайте, пожалуйста, на Александру Репринцеву. Он вам это ответит. Я не сильно большой эксперт по криптовалютам. Вот. Я больше по трейдингу. Вот такая ситуация. Так, вон, видите, Дмитрий подсказывает. Ребят, ну что, большое всем спасибо, удачи, всего наилучшего и до встречи. Смотрите за расписанием наших мероприятий на следующей неделе. 100 единиц платеж или 10 по 10, что выгоднее? Ох, хороший вопрос. Это решайте со своим старшим наставником, что выгоднее и каким образом. Что, какую цель вы предусматриваете вот такими вот вещами. Ребят, всем огромное спасибо. Вот. Всего самого наилучшего и до в следующей встрече. Пока. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok